всем привет сегодняшнее видео пойдет не о второй серии о предательстве собак вторая серия предательства собак обязательно выйдет вообще наверное на следующей неделе мы сделаем репортаж уже потом будем освещать его я договорился с хозяйкой собаки она с удовольствием согласилась но это не просто хозяйка это старый друг приюта я бы сказал ценный работник приюта и так далее это Екатерина вот мы договорились встретиться и обязательно сделаем сюжет а взамен я понимаю что никому не интересны эти все передряги войны и тому подобное вся вот эта вот жесть и скажем так неприятности и все это остальное никому не интересны поэтому взамен пока делается вторая серия я сегодня хочу рассказать вам историю об Антоше Маленьком Антоше Маленький и его история она не менее ценная чем вот эта вот вторая серия предательства ну а я бы сказал вот эта история об Антоше Маленьком она вполне тоже о предательстве если так это можно назвать но только уже в мою пользу сегодня я вам расскажу одну историю про Антошу Маленького можно много рассказывать я наверное сегодня расскажу как он у нас появился и остался Антоша Маленький это был маленький отважный песик с добрым сердцем порода его было чихуахуа никак не меньше так вот когда уже образовалась вся группа работников приют лохматых работников приюта мы выходили на колхозную площадь и много лет подряд и зимой и летом и в дождь и в стужу выходили в зной за помощью к людям на большую площадь городскую где показывая различные трюки зарабатывали себе на пропитание ну не зарабатывали а скажем так получали гонорар за свои выступления поддержку такую а из дома то вот этой вот площадь мы ходили пешком два километра до туда было Гасю иди ко мне зайка иди сюда места хватает иди скажи давай я тебя подсажу иди сюда моя хорошая иди сюда Гасю иди моя бабушка иди сюда и бабуся моя тоже вот так вот бабуся про бабуся тоже будет рассказ но не сегодня так вот о чем вообще речь и вот на вот эту вот площадь мы ходили два километра пешком вот эти все собаки без единого поводка и ошейника они четыре справа четыре слева идут со мной по команде рядом доходят до светофора переходят дорогу и дальше мы возвращаемся ну приходим на площадь выступаем ну короче говоря идеи сегодня не они и вот когда мы пешком ходили на вот эту площадь возле пирожковой ну там по дороге есть такая пирожковая у меня на глаза постоянно попадался вот такой вот маленький пёсик ну че хуа хуа ну совсем маленький я его встретил еще здоровым то есть все четыре лапки у него хорошо работали и он постоянно крутился возле пирожковой и выпрашивал что-нибудь поесть в руки он никому не давался в конечном итоге я его часто стал там видеть и в один прекрасный момент я стал наблюдать что у антоши тогда я еще не знал что он антоши вообще его настоящее имя мося мосян его назвали мосян это я его назвал вот что у него одна лапка уже вывихнутая он подхрамывает сильно на нее я заинтересовался судьбой этой собаки ну как она откуда она постоянно на самовыгуле может быть потерялась может быть еще что-то я решил забрать себе ну в конечном итоге а в руки он вообще не давался то есть он не то что дикий был а был неприручен к рукам так даваться побаиваться людей в конечном итоге графичка вот как раз которая лежит сейчас возле меня была еще не стерилизованная в тот момент правильно говорю бабусь ну и у нее волшебные дни начались ну антоша тут как тут ухожу за гафичкой за гафичкой ну и привязался к нам на колхозке когда домой уходили ушел с нами я его закрыл в приюте и у себя в помещении оставил и короче говоря на колхозку мы не ходили месяца полтора почему потому что были люто дикие морозы и смысла выходить не было когда были люто дикие морозы то вся наша рабочая команда занималась дрессировкой мы в это время разучивали ну различные новые трюки отрабатывали их уже идя по дороге то есть я мог спокойно остановиться возле любого здания идя на дорогу сказать лёля ап лёля забрасывала свою попу и держала ее на стенке здания ну что забавно народ усилило так вот антоша привык к нам я его научил носить маленькое вот такое вот ведерочко он его брал в зубы я говорю антоша возьми ведерочко антоша брал в зубы ведерочко и потом обходил круг людей собравшись вокруг нас и собирал гонорары это тоже людей забавно веселило вообще антоша был очень смешленый мальчик то есть собираясь на колхозку со временем до такой степени было все отработано я просто брал рюкзак и говорил антоша на колхозочку вот так держу рюкзак пониже он у него запрыгивает я его застегиваю у него одна мордулька торчит рюкзак на плечи и все и с ним и с этим антошей в рюкзаке и в банке куда хочешь ходил то есть во всех местах он нас курсировал а почему именно я его брал в этот рюкзачок почему потому что два километра с вывихнутой лапкой ему тяжело было ходить поэтому верхом на мне ездил постоянно но речь не об этом о нем можно много рассказать так вот в конечном итоге летная погода наладилась и скажем так в конце концов мы вышли на колхозку вышли на колхозку начали показывать трюки и уже ходим не один день то есть уже недели две мы выходим на колхозку и как-то раз мы выступаем и я слышу из этого самого из подземного перехода кричат ну из выхода мужчины женщины кричат мойся 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 что такое что за мойся смотрю Антоша мой срывается и туда к этим людям прыг и на ручки и все и гладится и лазится женщина ему просто цап в руки вот так наверх я смотрю у Антоши глаза квадратные ну то есть он удивился просто вот этому он не ожидал что ее поднимут заберут все таки он опомнился в чем происходит ну а что делать делать нечего женщина говорит это моя собака по типу того я ее забираю домой ну а что я могу сделать видно что собачка потерялась по всей видимости как я и думал а наш Антоша штамп отбежал в ручки прыгнул ну что она в общем забирает этого мосю я что могу поделать ну я расстроился конечно ну поделать ничего не поделаешь забрал у нас ну вернее отдал на следующий день я его хожу на улицу Антоши этот сидит перед воротами приюта вот мне уже ну короче он оттуда сбежал и побежал назад к нам ну мы спокойно выходим на колхозку и опять устраиваем выступление дня через три через четыре опять появляются эти люди и мы за Моцартом за Моцартом а Мося Моцартова звали полное имя мы за Моцартом я говорю эй не ребята тормозим вам вашу собаку я вам уже отдам а теперь пускай Антоша решает и мы договорились я говорю давайте так сделаем сейчас разойдемся на 20 метров друг от друга пожалуйста зовите если Антоша уйдет пешком с вами то есть без всяких ручек не вопрос все собирайте это ваша собака не вопрос но если он останется со мной то значит извините это уже моя собака мы по рукам ударили разошлись на 20 метров собралась куча свидетелей всему это дело потому что это опять же выступление прервалось мы разошлись на 20 метров я дал всем собакам команду место место сидеть ждать все уселись Антоша рядом с нами бывшие хозяева Антошки начали звать его Мося Мося Моцарт 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 на 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 ко мне Моцарт молодец ко мне иди сюда и я смотрю на собаки все спереди мне сидят Антоша в том числе я смотрю Антоша поднимается и своими маленькими лапками полтора метра от меня тык 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 я про себя думаю предатель у меня я уже сам к нему привязался в конечном итоге у меня уже сердце ёкнуло грубо говоря а Антоша разворачивается отошел до меня полтора метра развернулся опять уселся среди собак и сел ну все кто был на колхозке тогда я видел этот случай все захлопали и Антоша остался с нами это этот вот маленький песик он был большим любимцем на колхозке если по какой-то причине я его не брал то люди приходившие на выступление посмотреть с детьми просто сами приходили потому что люди любили этих собак на колхозке обязательно спрашивали почему Антоши нету куда матросика ходили и когда мы шили вот такие вот жилетки как на пятницы похожи Пяша покажи жилетку вот в таких жилетках они выходили на колхозку молодец извиняюсь разбудил вот с той стороны написано приют вверх у Антоши была такая же жилетка маленькая и всю команду было видно кто они и откуда и вопрос вот в чем сейчас хочу рассказать еще одну историю интересную как Антошка попал в полицию и мы ее называли Антошкой Минтошкой какое-то время в общем стоим мы как-то на колхозке к нам подходит женщина с ребенком ну не вполне адекватная тюбик подожди я сзади тюбик чье место место тюбик короче говоря подходит одна дама ну я бы так сказал не совсем адекватная ну она либо употребила что-нибудь такое интересное либо еще что-то у нее проблемы какие-то мы с ней девочкой наверное лет пяти не больше это максимум эта женщина возле нас крутится и все время по телефону ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля около двух больше около двух часов но кто-то из толпы видимо догадался что что-то странное творится как бы погода уже такая осенняя была и позвонили им видно в полицию а все это время Антоша крутился возле этой девочки она его гладила присела так с ним пригладила его но мы собрались уходить уже но я посмотрел что Антоша за мной побежал но я не обращаю внимания он бежит какое-то время пускайся в туалет стоит на площади ж они не гадили где-то ж ему в кустике отбежать надо а потом по дороге смотрю бац Антошки нету думаю где он я назад думаю мало ли собака какая дворовая перехватила его или еще что-нибудь и Антоша Антоша нету нигде пропал плюс я домой думаю да как может не углядел может домой вперед рванул домой прибегая нету назад на колхозку возвращаясь собак оставляя давай искать нету нигде а тут женщина там в ларьке постоянно в газетном работала она говорит Дим вы когда говорит ушли но она услышала что я ищу ее она говорит вы когда ушли помнишь возле тебя женщина там стояла с ребенком ну да пьяненькая такая ну да говорю и что подъехала милиция спрашивают ребенок ваш она говорит мой собака с вами она с нами короче говоря Антошку загребают в эту полицию я бегом туда Антоша испугался забился под лавку ну там место такое короче говоря под лавочку забился я прибегаю так вот так вот женщину с ребенком забирали забирали собака собаку с ней с ней что украла я говорю нет наша дайте забирайте я хожу туда Антоша маленький ко мне все вылазит забрал вот такой шкир дул и вот раз как-то случай такой с этим Антошей был тоже интересный мы вышли на улицу я пошел с ловком гулять а забор еще не был установлен надежный и там Антоша маленький находил себе дырки под забором и мог выходить а уже темно как-то было я вышел погулять смотрю Антоша выбегает а волк на шнуре он мне метров пять от меня он вот цап хватит я как заору со всему страну говорю хук фу кричу он короче то Антошу выплюнул так я перепугался за него но он тоже от испуга болел долго то есть перепуган был но хочу рассказать одну вещь и то что я не балабол то что я не вру у меня этот ролик ну как ролик просто на видео заснятый материал в контакте имеется я его когда-нибудь выложу и расскажу покажу просто что люди не поверят в это чихуахуя чихуахуа гонял полуторагодовалую волчицу просто щемил ее куда щепки летят вот этот песик такой был смелый и вообще конечно в нем храброе сердце жило Антоша маленький работал наравне со всеми вместе со всеми выдвигался на рабочее место также в зиму у всех у них были костюмы утепленные в Антошке тоже самое но у Антоша был костюм с ручками то есть я его мог брать за две ручки как сумку нести а не в лесоке то есть потом на землю поставил он побежал вот такой вот ну я не знаю про Антошу можно очень много рассказывать сегодня просто решил вам рассказать такую историю что все таки не так все плохо были и случаи когда собаки ко мне возвращались от хозяев вот такая вот история ну а сейчас следующие кадры просто в память об Антошке я хочу показать его памятник и надпись которая написана на его плите в память как его сказать я не могу его назвать собакой это пионер первопроходец приюта верность но точно никак не собака это собаки в кавычках то есть чтобы уважительно было уважительные вещи берут в кавычках вот эти собаки все в кавычках они очень много потрудились очень много сделали фактически они сами этот приют и построили а вот тут вот волкан иди ко мне поверни свою молодашку иди сюда волкан ко мне иди сюда покажите вот это вот и есть основатель приюта он сейчас мелькнул вы его видели вот волкан покажите вот вот это вот основатель приюта ему 11 лет волкан тюбик все ну вот следующие кадры смотрите пожалуйста снижок на днях выпал вот так picked up а пап Субтитры создавал DimaTorzok Здесь написано Заслуженный работник приюта Антоша маленький 9 лет тянул лямку, спасая бездомных животных Может быть не каждому человеку такой памятник поставят А это маленькая собачулька с огромной душой Всем пока, до новых встреч Всем удачи Добавил субтитры